Уважаемые братья и сестры, наш любимый пророк Мухаммад, когда прибыл в Медину, 10-й день месяца Мухаррам, и увидел, что иудеи, которые жили в Медине, вы знаете, что в Медине жили иудейские племена, такие как Бану, Кайну, Каар, Бану, Назир, Бану, Курайда, постились в этот день. И тогда пророк Мухаммад спросил, почему вы поститесь в этот день? На что они ответили, это тот день, в который Аллах возвысил, возвеличил Мусу, Моисея и его народ, и уничтожил фараона и его войска. На что пророк Мухаммад сказал, «У меня больше правил моего брата Мусу, чем у вас». То есть он был пророком Мусе, посланник Аллаха, заключительный пророк, печать всех пророков и посланников. И тогда начали поститься сахабы Редван Аллаху, вместе с посланником Аллаха. На что сказал пророк Мухаммад, если мы доживем, если я доживу до следующего года, то я также буду и девятый день поститься. То есть девятый и десятый. Потом уже, когда Аллах повелел поститься вместе с Армадан, остался этот пост как нафиля, как уже необязательным постом, как уже дополнительным желательным видом поклонения. И помните, мои братья и сестры, один день поста на пути Аллаха отдаляет лика раба Аллаха на 70 лет от наказания ада. Поэтому сегодня у нас 27 число, сегодня четверг, завтра 28, сегодня восьмой день Мухаррона. Завтра будет девятый день, Ялма Тайсуа. В субботу этот день Ялма Ашура. Поэтому как правильно поститься? Сколько дней? Разные версии можно услышать, но в этом, аль-хамду-ля, есть облегчение. То есть кто-то говорит, обязательно девятый, десятый. Кто-то говорит, нет, девятый, десятый, одиннадцатый. Три дня надо поститься. Кто-то говорит, десятый, одиннадцатый. Поэтому в этом да, гуася. То есть не нужно как-то узко смотреть, аль-хамду-ля, обширно нужно смотреть. Ученые говорят, можно поститься девятый, десятый. То есть пятницу и субботу. Получается 28 числа и 29. Также можно поститься три дня подряд. То есть пятницу, субботу, воскресенье. То есть девятый день месяца Мухаррона, десятый и одиннадцатый день месяца Мухаррона. Или десятый день Ашура и одиннадцатый. Но если уже человек, у него есть какие-то на это причины, или нету возможности поститься столько дней, то хотя бы, хотя бы обязательно не пропустите пост в день, в сам день Ашура. Это будет в субботу 29 августа. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда спросили награда, какая же награда за этот пост, на что сказал, Я жду награду от Аллаха за этот пост, потому что Аллах просит прегрешения прошлого года. То есть один день поста прощает целый год прегрешений. Ва саллаллаху аля набия Мухаммад, ва аля алейхи вассалхаби хачмахи.